Всем привет, дорогие друзья! Как видите, я сегодня вырядился, но не просто так, по случаю. Кстати, даже успел убедиться, что галстук не разучился завязывать, хотя, наверное, молодежь не знает, что это такое по нынешнему временам, уж тем более, как его завязывать. Так вот, сегодня я хочу вашему вниманию представить новую безопасную бритву от компании Home Life Shaming Calibri. Это та самая бритва, о которой мы начали думать еще более полутора лет назад, и всерьез за нее топил очень сильно Константин Спирин и компания. Не он один, там еще были ребята, но он больше всех. Говорит, Викторович, хватит херней заниматься, дай нам такой станок. Сирийник, конечно, он в руках уже подержать не успеет, но хотя бы инженерный образец подержал, но уже хорошо. Так что же такое это Calibri? Calibri это старт в спорткаровской упаковке. Это вот как вы берете минивен, да? Там обрезаете, здесь затягиваете, тут ужимаете, тут делаете не мягкую диванную подвеску, а жесткую. Тут зализываете, и вот у вас что-то там получилось. А здесь же получается геометрия старта, но все остальное пересмотрено. Пересмотрено, пересмотрено в олдскульную, в ту самую, которая была популярна на заре прошлого века, формацию. Это именно тогда были тонкие, изящные, ничем не обремененные головы, длиной не более 40 мм, а порой даже еще и короче. На маленьких, коротеньких ручках, и тонкие не весили, там у ее искок, они были вот такие вот, все вот такие. Я сейчас про жилет говорю. Да, несомненно, хватало и монстров, но вот именно про это я хотел бы сказать в первую очередь. И дело не только во внешнем дизайне. Дело еще, пожалуй, в том, что именно такая форма импонирует тем людям, которые хотят точное бритье. Именно в таких станках, подобных станках, длина гарды и длина режущей кромки практически совпадает. Если вы берете бритву и проводите, вы точно знаете, где вы краем побреете. У вас не будет такое, что вот вы шкрябаете, а хотели побрить здесь, а побрили здесь нет. Там все это точненько. Ну и, конечно, внешний вид меняется кардинально. Что вы для этого сделали? При сохраненной геометрии старта, крышка претерпела только внешние изменения. То есть на крышке она стала, естественно, короче, по ширине она стала точно такая же. То есть 40 на 25 с половиной. Что же до самой плиты? Вот на плите мы оторвались, ребята. На плите убрали все лишнее мясо. Все полностью. Верхняя часть, она практически, как бы была, осталась с торцов. С торцов, естественно, она стала короче. Но там еще появились некие такие, не бампера, не спойлеры, а знаете, как маленькие скосы в сторону гарды. Только для того, чтобы сделать акцент именно на самой гарде. На самой режущей области. Чтобы человек четко видел и четко понимал, где он побреет и где он проведет, чтобы ему было все хорошо видно. А с нижней части срезали полностью все мясо. Насколько это можно было без ущерба для функционала, без ущерба для жесткости. Убрали все полностью. И это привело к тому, что те пазы, которые призваны прятать фиксаторы от крышки, их теперь уже просто, в принципе, физически нельзя было сделать глухими. И они стали сквозными. Но чтобы не нарушать общий баланс и эстетику, пазы были удлинены ровно настолько, чтобы быть заподлицо с нижней крышкой. Кроме этого, конечно же, пересмотрели и саму гравировку. Та лазерная, которая была, в принципе, была неплохая, нормальная. Но многие и не раз приходили и говорили, Викторович, подумай о другой граве, потому что я вот там взял, пошоркал, а у меня вот там это, а у меня вот там то. Ну и, как следствие, гравировка будет носена механическим способом, фрезой, глубиной 0,35 мм. Такая уже не сотрется. Шоркайте себе на здоровье. Все будет хорошо. Ручка. Ручка, естественно, тоже стала другая, потому что в самой ручке, ну, хотелось сделать продолжение того инструмента, который мы задумали. То есть это тонкий, изящный для легкой работы. Длина ручки увеличена до 90 мм при диаметре 12 мм. Не стали делать диаметр меньше, чтобы общую композицию, общий баланс не разрушать. Насечка. Насечка я выбрал та, которая мне очень-очень сильно нравится. Она нравится многим, кроме меня, потому что прародителям, духовным, так сказать, родителям этой насечки выступила компания Carve. Естественно, мы там поменяли все параметры. Там только общий рисунок от этой накатки. Наклон, расстояние между линиями. Все это наше, все это Carve никакого отношения не имеет. Как следствие, мы получили ту накатку, которая не только цепкая, но она еще и красиво смотрится. Которая не только красивая, но она еще цепкая, держится. Бетра не совершенно. Какие у вас будут руки? Умыли, без мыла. Мокрые, сухие. Хоть двумя пальцами, хоть пятерью, хоть пятерью, хоть десятью. Вы всегда эту ручку удержите, и всегда вам будет хорошо, и всегда вам будет здорово. Но это не единственные изменения, которые появились в этой бритве. Плюс ко всему, посередине, в том месте, где будет ручка крепиться на стандартную резьбу М5 шагом 0,8, сделали маленький-маленький паз. Сделали его по уже имеющимся у нас полиуретановым маленьким черным шайбам. И как следствие, мы этого не хотели. Но получилось так, что каждый раз, когда вставляешь туда шайбу, очень часто, в девяти случаях из десяти, эта шайба там слегка подклинует. Не раскоряку. У вас не будет вызывать неудобство ее вытащить. Там подцепить чем-то легко всегда. Ну, по руке стукнуть можно. Но, тем не менее, шайба там подклинует. Я лично этому безмерно рад. Потому что время от времени все-таки слышали такие, а вот я ее там уронила, она у меня вот туда и все. А белая на белом, иди, найди. Так, чтобы легче было, эта шайба черного цвета. Хотя в комплекте будут идти две белых. Не могу сказать, теряйте себе на здоровье. Ну, по крайней мере, запас-то у вас будет, а это уже хорошо. Ну, вот, пожалуй, что и все коренные изменения, кроме последнего. Разгоповка. Разгоповки такой не было у старта никогда. Первая плита для повседневки 0,8. Вторая плита, ну, это уже через пару-тройку дней. 1 и 1. Ну, 1,10. Третья плита уже для, скажем так, более серьезной работы. Это 1,30. Ну, и следующая плита, которая будет, это 1,5. Для любителей хардкора. Будет брить чисто, быстро, но нужно будет заплатить. То есть, станок агрессивный. Понятно, что там уже техника, конечно, нужна. И последняя плита, которая не будет входить в основной набор, я имею в виду Full Set, но которую вы всегда можете взять или в виде дополнительного станка, или просто купить отдельно плиту. Это 1,3 гребенка. То есть, Open Comp. В этой партии, в этом калибре она перекочевала с 0,9 у старта на 1,3 у калибри. Как и прежде, станок делается из нержавеющей стали AISI 316. Финишный вариант мы выбрали полировку. Для чего? Есть люди, которые полировку любят, есть люди, которые полировку не любят. За что люди полировку не любят? Пальцем взял, там, жировые следы и остались. Там, где-то там, та-та-там, та-та-там, а у тебя вот там, вот там. За что люди полировку любят? В отличие от всех других финишей, что бы ни случилось с вашим финишным покрытием, полировка, вы всегда это можете легко устранить. Ну, взяли вы жирным пальцем там след оставили. Да, вот лежит станок, вам делать нечего, он говорит, тюс, ааа, перный театр, у меня след. Раз, нет следа. Не дай бог, не дай бог, у вас станок где-то брякнулся, где-то там неправильно шоркнулся, где-то там еще что-то, ну, неважно, там царапку поставили. Заполировать? Да как нифиг делать? Он войлок, и по стагое вам в помощи, все будет хорошо, все будет здорово. Как вы это будете делать, если у вас, допустим, сатин? Ну, или пескоструй? На сатине, да, там, возможно, этого и видно не будет, но если, не дай бог, что-то серьезное, на сатине вы уже просто так не реставрируете, как и на пескоструйке. Поэтому, как всегда, в этой жизни есть плюсы и минусы, но факт остается фактом, полностью весь финиш будет полировка. Мы не поленились, заморочились, угробили на это приличные финансы и полтора месяца. Все станки были отполированы в виллерной мастерской молодым человеком, 24 лет, тот роду Владимиром. К сожалению, за это время у него даже случилась маленькая неприятность, то есть у него там тромб оторвался, кто бы мог подумать, 24 года пацана, вот такая фигня. От всей души хотел бы пожелать ему здоровья, Володя, держись и береги себя, береги, и все будет хорошо, все будет здорово. Еще отдельно хотел бы добавить, что помимо готовых наборов, это бритва 08-11-13-15, еще можно будет отдельно прикупить себе плиту, ту, которая вам интересна. С ручками, ребята, к сожалению, напряг. Верхние крышки, нижние плиты, все это есть, заходите, пожалуйста, в магазин, смотрите. Ссылки в описании под видео, все, кому интересно, и в том числе по цене. Ребята, говорить одно, видеть другое. Вы лучше прямиком туда, ну там все и посмотрите. А все, вроде ничего не упустил. На этом разрешите с вами попрощаться. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам было здоровья. Пускай всегда, всегда, все будет хорошо. Ну и до новых встреч. Пока-пока. Подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok